Продолжение следует... Со второй стадии рака почки, после выполнения частичной или полной нефрактомии, мы можем думать о использовании, в частности, пембролизумаба в одевантном режиме. И, в принципе, работы, которые лежат в основании этих рекомендаций, они демонстрируют довольно-таки значительные преимущества у тех больных, которые подвергаются подобной одевантной терапии. Особенно у пациентов, имеющих четвертую стадию, Ольга Метастерическая, как правило, после радикального удаления метастазов, применения пембролизумаба, это крайний, получается, правый график, мы видим, какие выраженные преимущества безрецидивной выживаемости имеют эти пациенты. Поэтому в рекомендациях Русска, по крайней мере, эта опция, она уже указана, и мы можем о ней помнить и ее использовать. Риск развития местного лицидива, риск развития одоленных метастазов тоже значительно снижается, и графики об этом наглядно говорят. Но в том числе, вернее, также можно отметить, что далеко не всегда эти подходы реализуются. Например, комбинация других препаратов, и даже именно комбинация препаратов, она, казалось бы, больше, она не значит лучше. То есть мы видим, что комбинированная терапия неволумабом и пелемабом в том же самом контексте, она не привела к каким-то эффектам. Поэтому, по крайней мере, эта комбинация в подобном аспекте не рассматривается. Поэтому, конечно же, реализованной терапии опция, да, скорее всего, она будет использоваться. Но вопросов много и по длительности лечения, и по интенсивности один препарат, или, может быть, один препарат с чем-то еще. Риски перелечивания, безусловно, недолечивания пациентов. Разумеется, персонализация. Тоже мы уже поминали, что циркулирующая ДНК, она имеет большое значение у пациентов в проведении одевантной терапии. И, может быть, для рака почки опция неодевантной терапии, как и для большинства других солидных опухолей. Она также будет реализована, пока, разумеется, проводятся клинические испытания. Ну, и, конечно же, наибольшая информация, пока у нас имеется, о лекарственной терапии уже распространенного рака почки. Уже сейчас, наверное, для кого не секрет, что разнообразие режимов, оно позволяет, наверное, больше запутаться, чем выбрать что-то одно. И на чем основывает наш выбор, на самом деле, по таким международным представлениям, пока никто и не знает. В конце я представлю метаанализы, которые, в принципе, говорят о примерной сопоставимости всех этих режимов. Но только для, разумеется, пациентов, имеющих плохой прогноз, комбинация иммунных препаратов, эпилюмаба и неволумаба – это принципиальная опция. Для всех других прогностических групп, начиная с благоприятного, когда нет ни одного негативного фактора, как я уже напомню, промежуточный прогноз, плохой прогноз – практически все эти опции, как правило, комбинация иммунно-анкологического препарата и таргетного препарата, эти комбинации демонстрируют высокую эффективность. И, в принципе, мы видим, что для пациентов в зависимости от группы прогноза в первой линии все эти комбинации, комбинации, вернее, имеют категорию доказательности 1, но в том случае, если пациенты в первой линии не получили эти комбинированные режимы, то во второй линии они имеют полное право получить. Поэтому нас не должно смущать, что пациенты переходят на вторую линию терапии, но если они не получали эти комбинации ранее, конечно же, они получают эти комбинации в качестве уже второй линии лекарственной терапии. И, в принципе, наверное, имеет смысл освежить наши данные. Некоторые уже, конечно, обновляются на АСКО этого года, АСКО-ДЖИЮ этого года. Представлены уже результаты более длительного наблюдения. Вот наша комбинация невломаба и пилюмаба, одна из старейшин, скажем так, в этой позиции. Наиболее длительный период наблюдения, уже 6,5 лет наблюдения за пациентами. Вот мы видим реализацию эффекта, самое главное, в общей выживаемости пациентов. Практически двукратное превышение медианной общей выживаемости, но у пациентов обежит промежуточного плохого прогноза. У пациентов благоприятного прогноза сунетиниб нисколько не хуже комбинации, поэтому еще раз помним, что благоприятный прогноз у пациентов – это или даже опция допустимого наблюдения, или опция монотерапии, таргетной терапии, в частности, сунетинибом, она, в принципе, сохранила свои позиции. Пембролизома, паксисиниб, также выигрыш мы наблюдаем. И также, если мы посмотрим под группу, то все-таки под группа плохого и промежуточного прогноза. Вот один из таких комбинаций последнего выхода на такую рутинную уже практику входа – это комбинация неволумаба и кабазантиниба. Тоже, как мы видим, принципиальное преимущество по выживаемости без прогрессирования. Практически двукратное превышение безлицидивной выживаемости у пациентов, получающих комбинацию неволумаба и таргетного агента. И в зависимости от групп прогноза, конечно же, чем хуже прогноз, тем больше выигрыша имеют пациенты, получающие именно комбинированную таргетную и иммунотерапию. Но, как мы уже видим, наибольший выигрыш именно в группе плохого прогноза и наибольшая, к сожалению, вероятность неуспеха также у пациентов плохого прогноза, получающих сунетиниб. Поэтому, конечно же, у них практически четырехкратное преимущество по избежанию прогрессирования при использовании комбинированного режима. Поэтому, конечно же, чем хуже прогнозическая группа, тем более современные, более мощные комбинации мы можем использовать. Интересное такое наблюдение. У пациентов, завершивших прием неволумаба в течение двух лет и сохраняющих прием кабазонтиниба, мы видим, какой длительный интервал времени до перехода на следующую терапию. Практически после завершения приема неволумаба еще медиана времени до перехода на последующую линию терапии составляет практически два года. То есть у пациента уже четыре года, в принципе, живут без признаков прогрессирования, без потребности в переходе на следующую линию терапии. В принципе, уже трехлетний период наблюдения за общей выживаемостью. Это, опять же, демонстрируется, что выигрыш имеют больные в основном за счет промежуточного и плохого прогноза. И, наверное, такая самая нашумевшая комбинация по частоте частичных регрессов и полных регрессов. Полные регрессы в этой комбинации достигают, напомню, каждый пятый пациент. Часто общих ответов 70%. То есть, в принципе, 7 пациентов из 10 имеют полные частичные регрессы. Комбинация пембролизумаба и ленготиниба. Но также, в нижней таблице, мы видим, что это все реализуется. Снижение риска прогрессирования в основном у пациентов плохого промежуточного прогноза. Поэтому, если мы такую сводную таблицу, разумеется, непрямые сравнения, то мы, безусловно, знаем, что комбинация неволомаба и пемболизумаба имеют наибольшую длительность наблюдения, практически 7 лет. Но при этом все комбинации обладают сопоставимой медианой общей выживаемости и уменьшением риска смерти пациентов. То есть, в принципе, все эти комбинации, вот такую основную позицию, они реализуют. Но, безусловно, лидер по частоте объективных ответов и полных регрессов имеют комбинацию пемболизумаба и леновотениба. Но по длительности эффекта, конечно же, никто не превзошел комбинацию иммунных препаратов. Если эффект достигнут, то, видите, при наблюдении уже более 6 лет медианой еще длительности сохранения эффекта не достигнута. То есть пациенты, получившие ответы, они практически считаются излеченными, что, безусловно, это подчеркивает еще раз возможность достижения таких длительных эффектов для иммунных препаратов. Но, в то же время, первичная резистентность к иммуно-анкетическим препаратам, она, конечно же, наиболее прослеживается в комбинации именно иммунных агентов, когда таргетных агентов нет. И поэтому вот этот риск первичной устойчивости, первичной резистентности, конечно же, при использовании комбинированной иммунотерапии, он максимально высок. Но здесь вот еще раз обратим внимание, да, что длительность ответа для иммуно-таргетных комбинаций практически 2 года медиана длительность ответа, а для иммунных препаратов, как я уже повторяюсь, она не достигнута. Но сроки наступления эффекта, они сопоставимы и при использовании иммуно-таргетных комбинаций, и при использовании комбинаций эпинива. Поэтому часто у нас такое психологическое предупреждение или ощущение, что при иммунотерапии мы немножко отсрочно достигаем эффект, но если посмотрим, абсолютно сопоставимо. То есть скорость достижения эффекта, она совершенно одинакова для всех комбинаций. Ну, те мета-анализы, которые проведены, уже представлены не в прошлом году, первая линия иммунотерапии, вернее, первая линия лекарственной терапии основана на использовании ингибиторов иммуно-точек контроля у больных раком почки. Конечно же, безусловные лидеры по частоте объективных ответов, по медиане выживаемости без прогрессирования и медиане общей выживаемости, это комбинация ленвотиниба, пембролизумаба и кабазносиниба-неволумаба, но по частоте полных ответов, конечно же, комбинация иммуно-онкологических препаратов НИВА-ИПИ, она является безусловным лидером. Мы видим, какую высокую вероятность сохранения и длительности полных ответов. По частоте нежелательных явлений, также по таким несравнительным анализам, по данным этого мета-анализа, мы видим, что вроде бы комбинация иммуно-онкологических препаратов, которые мы всё-таки немножко опасаемся, она является наиболее безопасной. Там около половины пациентов требовали прекращения или коррекции отмены препаратов, в то время как при других комбинациях это достигало больших значений. Поэтому иммуно-онкологические препараты, они не только более глубокие и полные ответы, но и более безопасные для пациентов. И ещё раз, вот здесь уже видно на мета-анализе, всё-таки влияние на общую выживаемость при использовании комбинированных режимов, она практически не реализуется у больных благоприятным прогнозом. Поэтому для этих пациентов риск перелечивания с использованием комбинации, он, конечно же, существует. Поэтому для этих пациентов, может быть, мы всё-таки монотаргетную терапию можем и оставить. А в группе промежуточного и плохого прогноза, конечно же, комбинации имеют преимущество по сравнению с сонинсинибом. И, безусловно, если мы говорим о саркоматоидном компоненте, то вот эти комбинированные режимы и пенива, и нива-каба, они являются предпочтительными. И второй мета-анализ, анализ данных лечения более 5000 пациентов, всё-таки по всем показателям, и выживаемость без прогрессирования, и общая выживаемость, и объективные ответы, комбинация иммуно-таргетных агентов, она имеет некоторые преимущества по сравнению с комбинацией пенива, независимо от группы прогноза. Поэтому по данному анализу мы можем склоняться немножко в сторону комбинации иммуно-анкологических и таргетных агентов. И вот наиболее такое интересное исследование, которое представлено на АСКОДЖИЁ этого года, это исследование Космик 313, когда действительно уже сравнивается всё, что мы можем использовать. Это комбинация и пилиумаба, и ниволумаба, и кабазантиниба. Вот является такая электронная комбинация, предпочтительной у пациентов, имеющих промежуточный и плохой прогноз. Ну, дизайн исследования, в принципе, он понятен. Это комбинация или двойная иммуно-анкологическая плюс КАБА, или ниволумаб и кабазантиниб. И что оказалось, что эта комбинация тройная выявила преимущество только у больных промежуточного прогноза. Почему-то у больных плохим прогнозом, которые, казалось бы, должны иметь наибольшую пользу от использования такого мощного тройного триплета, эти пациенты не получили преимуществ в выживаемости без прогрессирования. Те же самые значения, то есть добавление пилиумаба не привело к повышению эффективности, хотя, в принципе, привело к повышению частотописных ответов. Практически 9 пациентов из 10 ответили на тройную комбинацию уменьшением размеров опухоли, высокая частота полных частичных регрессов. Но это, в принципе, реализовалось за счет больных промежуточного прогноза. Как мы видим, у больных плохого прогноза совершенно сопоставимо частотописных ответов. С чем это связано, исследователи пока не могут понять. Может быть, пока еще мало времени наблюдения, потому что вот эта вот группа промежуточного прогноза, почему она получила пользу, больные плохого прогноза не получили пользу, пока еще не ясно. Также различная эффективность и различная даже токсичность, извините, немножко верну обратно, различная эффективность и различная токсичность в этих группах прогноза, она была отмечена, но пока такого детального объяснения нет. И, конечно же, уже более длительное наблюдение и уже данные об общей выживаемости, они интересны. Поэтому, если мы говорим о системной терапии рака-почки, о монотерапии рака-почки, конечно же, нужно учитывать многие параметры и группы прогнозов в первую очередь, то есть характеристики и пациента, и опухоли для выбора первой линии терапии. И при благоприятном прогнозе мы используем комбинацию иммуно-таргетных агентов, можно думать даже о монотерапии только таргетными агентами, и у редких пациентов, возможно, тоже просто опция наблюдения. Если промежуточный плохой прогноз, то уже мы используем все комбинированные режимы. Конечно же, вот эти комбинации, все параметры, о которых мы часто говорим в своих сообщениях, о факторах, влияющих на выбор нашего лечения, конечно, нам нужно думать, помнить. И принципиально новые агенты, мы уже знаем, что не только таргетные препараты, но и препараты с другим механизмом действия, уже с другими мишенями, они изучаются, используются, сейчас мы не будем о них говорить, конечно же, они нужны для формирования новых комбинаций и для нового шага вперед в лечении, в частности, рака почки. Благодарю за внимание.